Впервые за несколько лет в Казахстане значительно увеличилось количество безработных. По сравнению с прошлым годом на 5%. Проще говоря, за 12 месяцев работу потеряли 180 тысяч человек. Такие данные приводят эксперты агентства «Рэнкинг». А вот с поиском нового места заработка дела тоже обстоят не лучшим образом. Работодатели урезали капитал, заложенный на оплату труда специалистов. Нургали Карабаев выяснял, по ком сильно ударил кризис. Алло, здравствуйте. Это по объявлению. Ремонт квартиры. Вам требуется? Нет? Спасибо. Вот так уже несколько месяцев Артур Шакен обходит дворы и клеит объявления. Мужчина готов ремонтировать квартиры, чинить мебель. В общем, все, что нужно по дому. Бывший сантехник 5 месяцев назад потерял работу. С тех пор найти новую не удается. Либо предлагает зарплату очень маленькую. Семью не прокормишь, говорит мужчина. Пару месяцев звоню в компании насчет работы. Они просят закинуть резюме. Обещают позвонить, но так и не звонят. По данным агентства Рэнкинг, за год количество рабочих по стране сократилось на 5%. То есть, если в начале прошлого года трудились 3 миллиона 600 тысяч человек, то в этом году их уже на 180 тысяч меньше. Аутсайдерами на рынке труда оказались строители, работники торговли, обрабатывающие промышленности, инженеры и ученые. Также спрос упал на финансистов, аграриев, нефтяников и металлургов. Из тех же данных половина рабочих мест по Казахстану приходится на бюджетников. В тренде все еще учителя, врачи, военные и госслужащие. Сектор образования и здравоохранения даже переживает рост. За год штат педагога вырос на 27 тысяч человек, а медиков на 7 тысяч. Но в отличие от спроса, зарплаты этой категории специалистов не переживают заметный подъем. Средний оклад 88,5 тысяч и 99 тысяч тенге соответственно. Рекрутинговые компании отмечают, что сегодня специалистов на рынке труда хоть отбавляй, можно найти почти любого работника, причем за невысокую сумму. Для того, чтобы по возможности избавиться легальными методами от дорогостоящих специалистов, у которых высокая заплата и уменьшить ее нельзя. А взять на это место более дешевых специалистов, которых сейчас очень много на рынке. Конечно, человек, который, скажем так, сидит без работы 3-4 месяц, он пойдет на любую заработную плату в 2-3 раза меньше своей предыдущей. В свою очередь рекруты отмечают, что за последние два месяца рынок труда хоть немного, но все же оживился. Компании стали постепенно набирать персонал. Но все-таки есть одно «но». Очень скоро из вузов и колледжей выпустятся тысячи студентов. И, возможно, тогда армия безработных снова начнет расти.